Друзья, всем привет еще раз. Напишите, пожалуйста, в чат. И, пожалуйста, если кто-то, кто первый раз, чтобы понимать, можно ли кто-то рассказать подробно, напишите в цифру 1, если вы первый раз у нас на нашем мероприятии сообщили себе Digital Community. Друзья, напишите просто плюсик, если меня слышно. Напишите, пожалуйста, единичку, если вы первый раз. Спасибо, ура. Плюсик слышно. Спасибо, я прям запрежевал, честно говоря. Все, тогда мы коротко пробежим сейчас. Сегодня у нас регулярная зимней встреча. Спасибо, Дмитрий, что я подъедусь по слайдам про сообщество. Сегодня у нас еженедельная встреча на нас обученные профилактические данные. Дополнительные встречи бывают. Сегодня у нас в гостях Михаил Александров, техническая электроэкопродукция Polymatic ML. Скажет нам сегодня определить опыты про перспективное направление по работе с данными вопросами машинного обучения. Значит, мы, что мы, так вот первый раз, что мы, что такое сообщество Сибуро-бюджетные коммельники. Это место для обмена живым опытом, предстоящим опытом, идеями на тему цифровизации промышленности. Компания Сибуро не только. Мы собираем в этом месте лучшую экспертизу, лучшую практику, лучший опыт. И хотим дать доступ этому лучшему опыту, лучшую экспертизу всем, кому это нужно. У нас есть канал, заходите, подписывайтесь. У нас есть фонт-код, либо есть никоменд-канал. Мы это все присылаем. У нас там уже больше 5 тысяч человек или 6 тысяч человек. У нас уже очень много питаний разных. Препромышленности не только, не только. Имейте в виду все участники, что он сказал о себе при регистрации на мероприятие. Как видите, мы реально собираем в одном месте огромную, колоссальную экспертизу. Мы еще только в самом-самом-самом начале как сделать удобный доступ к этой экспертизе. Самое первое, что мы делаем, мы делаем вот такие форматы мероприятия, либо дискуссии, либо доклады, либо воркшопы. Дальше, что мы хотим делать, делать разные полезные сервисы, цифровые сервисы в рамках сообщества, как вам может быть удобно взаимодействовать друг с другом, либо с чьим-то опытом, прикладным экспертизом. Вот разные наши мероприятия, разные темы, но все вокруг темы цифровизации, технологии, кейсов, прикладного применения, современность, подходы и технологии. Только эксперты практики, как и сегодня. С опытом сегодня расскажем, поделимся. Слово. Если у вас есть идеи, предложения, мы открытая площадка, мы открыты к вашим идеям и предложениям. Если есть у Саши, здесь у Ютубрам есть, Саша была сейчас на связи с нами. Мы с радостью с вами обсуждаем это, мы с радостью придумываем вместе, мы с радостью слушаем ваши запросы, ваши интересы. Простые правила. Мы про прикладное, мы про обмен с другим опытом, своим опытом, мы про уважение друг к другу, мы стараемся максимально быть в условии на неформальное место для общения, место для своих. Поэтому мы рады, если вы будете выходить на дискуссию во время эфира, или пишите в чат, или выходите в эфир. Михаил, как удобнее будет на вопрос отвечать в процессе или после выступления? В принципе, да, удобнее, наверное, после выступления, но чтобы поддерживать диалог, можно, наверное, и в ходе. В чат пишите в процессе в любое время, а в эфир, если вы хотите выйти в плоское выступление, включайте камеру, представляйтесь, чтобы у нас было живое общение. Как обычно, давайте знакомиться, пишите в чат, я вижу, уже написали некоторые участники. Не стесняйтесь, не пишите, знакомьтесь, и нам будет удобно и понятно, с кем мы сегодня вместе. Ну что, тема встречи в перспективном направлении по работе с данными за током архивного обучения Александр Беров, Михаил, технический директор продуктов ползематика РМЛ. Надеюсь, вы говорили правильно. Михаил, пожалуйста, представьтесь, почему эта тема, почему вы здесь, почему захотелось пригодиться, давно ли в сообществе, вот, они сказали, интересно, немножко скажите про себя, про ваш опыт, да, и почему эта тема, почему она комплекается, и кому она может быть интересным. Да, коллеги, добрый вечер, в первую очередь хочу поблагодарить организаторов за возможность участвовать в таком интересном мероприятии. меня зовут Михаил Александров, как, в принципе, да, уже сказали, то есть, в настоящий момент я отвечаю за развитие продукта полематика и мель в компании полематика, да, то есть, как бы, это российский вендор, вот, и начиная с прошлого года мы, в общем, стартовали развитие блока машинного обучения, да, и в том числе одним из направлений это разработка продукта полематика и мель, вкратце я чуть позже в своей презентации расскажу, да, про его функционал, а в целом, наверное, если кратко о себе, то там опыт работы более 20 лет, достаточно разнообразный в IT-проекте, то есть, в IT-проектах это и внедрение ERP-системы, внедрение аналитических систем и хранилищ данных в области машинного обучения также, да, то есть, достаточно большой опыт, вот, почему, чем вызвана тема и почему там хотелось об этом поговорить, ну, я думаю, что те, кто сталкивался с построением моделей машинного обучения, там, прекрасно понимают, что там это просто данные, там, найти правильные данные и правильно их применить, это целая боль, да, это основная проблема, наверное, для успешного построения и применения моделей машинного обучения, вот, и поэтому даже занимаясь просто именно моделированием, все равно так или иначе сталкиваешься с процессами управления данными, да, то есть, ну, в идеале хочется сталкиваться с успешным результатом таких процессов, но по факту там все равно приходится решать, участвует в решении проблемы. С другой стороны, сам по себе, да, то есть, как бы процессы управления данными, это достаточно интересное управление, которое активно развивается, уже, в общем, там, я наблюдаю там более 20 лет, как это наблюдается, но там начиналось с хранилищ, да, и, в общем, плавно это переросло в Пегдата, озера и так далее, да, то есть, и вот два вот этих направления, мне кажется, сейчас они с друг с другом, то есть, ну, по сути, как бы сталкиваются, да, то есть, как бы и возникает, появляются новые задачи, новые интересные, то есть, как бы возможности, да, о которых сегодня и хочется поговорить, как задачи с построением модели машинного обучения и применением искусственного интеллекта, да, насколько они, как они вообще влияют, какие требования, и какие задачи перед процессами управления данным накладывают. Ну, на слайде, да, тут проведена, в общем, эволюция машинного обучения, с которой термин активно развивается, все, я думаю, так или иначе, то есть, как бы сталкивались, хотя само по себе, там, как аппарат машинного обучения появился очень давно, тем не менее, за последние пять лет это как активному, то есть, такому взрывному росту. на алгоритмах, наверное, сейчас не буду, то есть, останавливаться, да, все-таки больше хочется поставить акцент на управлении данным, да, поэтому дайте следующий слайд, можно? А, да, и возвращаясь, то есть, как бы к теме сегодняшнего доклада, собственно, о чем хочется поговорить, о том, чуть-чуть немного поговорить про ретроспективу, о том, как развивались процессы управления данными, то есть, на различных стадиях, да, как они выглядят 20 лет назад, как они, какую эволюцию прошли, и далее перейти к задачам и проблемам, которые возникают при, собственно, построении моделей, да, то есть, как бы, и каким образом мы пытаемся их решить, поделиться там тем опытом, который мы в том числе заплатываем в наш продукт, вот, и тут как раз интересно получить обратную связь, насколько вообще там те функции, которые мы в настоящее время реализуем, насколько они востребованы, или там, может быть, там даже предложение, какие-то новые идеи, в общем, это было бы очень здорово, если бы такую обратную связь удалось получить. Поговорить про то, как развиваются процессы управления данными, то есть, вот, задачи, ну, собственно, те задачи, которые ставятся перед данными, здесь начиная там с построения отчетностей, затем там переход, да, к аналитике самообслуживания, исследования данными уже непосредственно пользователями, и следующий там этап развития со стороны аналитики это уже моделирование машинное обучение, и, да, хотелось бы поговорить о том, как требования от аналитики, да, накладывают на процессы управления данными, и как, собственно, процессы управления данными пытаются соответствовать им, или не соответствовать, да, так, можно следующий слайд? Да, буквально несколько слов про компанию, то есть, в которой я работаю, да, компания Polymatica, мы российский вендор, который достаточно продолжительное время на рынке, более 10 лет, вот, уже есть существенная клиентская база, как российские клиенты, так и зарубежные, мы активно развиваемся, более 30 тысяч пользователей, и при этом продуктовая линейка, да, и предлагаемое решение, она также у нас активно развивается. Можно? Следующий слайд. Да, на текущий момент в нашу продуктовую линейку входит три основных компонента, Polymatica, Analytics, как наш флагманский продукт, это наш Allab сервер, который, да, как раз ориентирован на отчетность, на исследование данных, собственно, с интерфейсами, да, два года назад мы выпустили Polymatica Dashboards, собственно, это классический BI-инструмент, и, начиная с этого года, приступили к разработке нового модуля Polymatica ML, модуль машинного обучения, чуть позже коснемся, да, то есть, как бы, его функциональности. Теперь давайте к основной теме, перейдем, да, можно следующий слайд. Да, если посмотреть на процесс формирования отчетности и управления данными, где-то 20, наверное, назад, да, когда еще хранилища данных были достаточной, пусть как бы экзотикой, только начинались внедрения, да, там, основные задачи со стороны аналитики и отчетности, они строились о том, чтобы хорошо данные где-то найти в источниках, дальше их собрать так, чтобы они были доступны и сформировать, собственно, отчетность либо регламентную для регуляторных, да, предприятий, либо для руководителей и аналитическую для внутреннего управленческого учета. И основной задачей с точки зрения управления данными, с точки зрения процессов управления данными, это была интеграция данных, ну, и вот как раз в тот момент, да, появились и те инструменты, и ELT потом это трансформировалось, и в принципе на текущий момент это уже фактически там стандарт де-факто, да, все их применяют, множество внедрений, множество инструментов, которые прекрасно с этим справляются, да, задача о том, чтобы собрать данные из источников, сложить их в гранилище данных и сформировать отчетность, она уже достаточно успешно решена. следующий слайд. Да, в плане эволюции дальше, то есть как бы всем понравилось о том, что они могут строить отчеты, да, то есть как бы и у нас получило развитие в два направления, первое, это данных стало больше, да, то есть как бы увеличение с точки зрения функциональности, функциональных областей покрытия, данные стали более детализированные, то есть мы стали более детальные данные уже в хранилище загружать и важно то, что акцент стал, то есть как бы переходить на аналитику самообслуживания, если раньше, то есть это были некий набор регламентных отчетов, то теперь появился спрос именно на построение, на предоставление инструмента для пользователей, для того, чтобы они сами могли формировать запросы, сами могли анализировать информацию, да, и с точки зрения управления, процесса управления данных инструментов, это привело к двум, да, ну, к трем моментам, то есть первый момент это управление качеством данных, все действительно стали принимать решения уже на уровне тех отчетов, которые они получают из систем, да, поэтому вопрос качества данных, он стал максимально критичным, второй момент, это появились требования к тому, чтобы хранить больше данных в том числе до трансформации отсюда, то есть как бы появились, да, запросы на озера данных, которые, в принципе, сейчас достаточно успешно решаются, и третий важный момент о том, что поскольку данных действительно объектов данных стало больше, аналитика самообслуживания стала активно развиваться, то есть и появилась задача на управление метаданными, собственно, и отсюда вот как раз появились подходы с Data Governments, с внедрением бизнес-глоссариев, да, для того, чтобы можно было в терминах бизнес-сущности уже, то есть как бы найти данных Lineage, да, как информационный каталог о том, чтобы можно было выяснить о том, где какие данные у нас находятся, для того, чтобы потом их там подтянуть, проанализировать, построить какие-то отчеты, визуализации, которые над ними строятся, и аналогично, то есть как бы задачи с оценкой влияния, когда мы хотим что-то поменять в первоисточнике, нужно понимать, да, какие же отчеты, какие системы принятия решения у нас это затронет, в общем, это та фаза, которая, те инструменты, которые, ну, то, что я вижу на рынке, да, то есть активно внедряются, там, передовые компании уже, в принципе, их внедрили и успешно используют, и, в общем, да, тут видим, как у нас именно аналитика самообслуживания расширения в сторону данных, как со стороны функционала, так и со стороны задач, привели к появлению двух новых инструментов с точки зрения управления данными. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и теперь, то есть, следующий, опять же, этап развития, когда у нас на уровне аналитики на уровне потребления информации, да, появились модели машинного обучения, и, собственно, тут появилось, да, то есть, как бы две задачи. Первая, это о том, что найти и подготовить данные, которые можно использовать для построения моделей машинного обучения, да, и это действительно является одной из самых сложных задач при моделировании, да, а вторая важная задача, важная проблема, что после того, как модель машинного обучения построена, то есть, ее нужно, да, как-то обслуживать, внедрить, затем обслуживать, затем мониторить, что она правильно выполняется, то есть, и тут те компании, у которых уже, то есть, количество моделей стало значимой, они стали об этом задумываться, это стало действительно проблемой, отсюда появились все вот эти тренды фразы типа Model Ops, концепции, которые, в общем, сейчас тоже, то, что мы видим на рынке, достаточно активно обсуждаются, вот, и, собственно, о чем, да, то есть, какие проблемы возникают при, с точки зрения управления данными, когда мы начинаем активно создавать модели машинного обучения и активно их применять. Следующий слайд. Так, а можно там шелкнуть там анимацию? Да, смотрите, первая, собственно, задача, которая, да, возникает, это именно оценить, то есть, найти правильные данные, которые нам помогают, каталог данных, в принципе, задачу решить, то есть, ну, повторюсь, те компании, которые, там, хотят этой проблематикой занимаются, они, то есть, это уже сделали, потому что есть достаточное количество инструментов по решению DataGuard, но важно то, что в текущей конфигурации многие там инструменты, они в первую очередь дают оценку с точки зрения базовых профилей и там оценки общего качества данных, о том, заполнено поле, не заполнено, дата начала, окончания, меньше дата начала, меньше дата окончания и так далее, да, те базовые там проверки, те базовые правила, которые ориентированы больше именно на построение отчетов и на работу в бизнес-процессе. С точки зрения моделирования, то есть, у нас накладываются, появляются новые интересные вещи и там характеристики, да, то есть, как бы о том, что интересно посмотреть статистические распределения, да, по определенным столбцам, интересно посмотреть, какие у нас статистические выборки, присутствуют, не присутствуют, проанализировать их и, возможно, устранить, потому что они портят картина машинного обучения. и вот тут как раз, да, перед процессами, инструментами по управлению данным возникает несколько дополнительных задач, которые, в общем, в классических инструментах по дата менеджменту они отсутствуют, первое, это там, предоставить инструмент дата-сайентисту или тому человеку, который строит модели, да, то есть, оценить, насколько данные, которые у него есть, они пригодны и позволят построить точную модель. А второе, то есть, как бы, это сформировать расширенный аналитический профиль, то есть, чуть шире базовых характеристик, а именно, статистические распределения, корреляции, посмотреть, как у нас одни переменные от других зависит, и так далее. И важно то, что в том числе вот этот профиль хорошо бы еще где-то сохранить, потому что, я думаю, там все сталкивались с тем, что жизнь меняется, данные меняются, да, то есть, и для моделирования это особенно, то есть, как бы критично, потому что, если мы модель в наборе данных, а потом, значит, характер данных у нас поменялся, пришли какие-то новые блоки, да, появились новые классы, которые не учитывались при построении, то есть, статистическое распределение, как кардинально поменялось, да, или корреляции зависимости между колонками, это значит повод как раз о том, что модель, которая была построена, она уже устарела, и пора бы ее переобучать. Вот как раз интересно, да, чтобы в процессах управления данными, в том числе, вот эти аналитические характеристики, они сохранялись. И третий важный момент, это то, что называется фич инжиниринг, то есть, при основе, да, то есть, как бы для моделирования, для построения модели, это как раз, собственно, подборка, да, правильного набора атрибутов, правильного набора входных переменных, которые дальше будут использоваться в модели, там, часть из них вычисляемая, да, то есть, ну, и это еще одна задача, еще одна проблема, которую необходимо, так, сейчас можно вернуть, которая нужна для построения правильной модели. А после того, как мы построили модель, то есть, нашли данные, то есть, мы построили модель, в принципе, тут дальше достаточно отработанные сейчас инструменты, механизмы, там, есть современные математические методы, когда мы подали на вход модели, набор данных, модель отработала, построилась, ну, и, в общем, после этого возникает следующий, да, то есть, как бы вопрос о том, что, как только мы внедрили модель в промышленную эксплуатацию, то хорошо бы к ней относиться именно как к информационному объекту. А вот тут, если честно, там, на текущий момент ни одной компании не видел, которая прям вот действительно там на уровне того же линейджа, на уровне там как отслеживание информационных там активов, да, к моделям машинного обучения так относится. Хотя крупные компании, там, еще раз повторюсь, у которых, ну, там сотни моделей находятся в промышленной эксплуатации, к этому, в принципе, приходят. И поэтому тут возникает задача там о том, что хорошо бы для начала просто завести централизованный реестр, где хранить все модели, все версии моделей. Второй важный момент это, то есть, обеспечить публикацию и контроль за публикованными моделями, да, потому что, ну, первый момент это, если у нас критичная модель, которая внедряется в критичный бизнес-процессы, там далеко не нужно ходить тоже, там кредитный скоринг в банке, да, с которым мы так или иначе все сталкивались. То есть, понятно, что там неответственное отношение, безответственное отношение к этому процессу, оно ни в чем хорошем не закончится, да, поэтому процесс, собственно, публикации модели и контроль за тем, какие модели мы публикуем и какие модели у нас находятся в эксплуатации, от каких других информационных объектов они зависят, это тоже достаточно важный момент, которым стоит уделять внимание в современном предприятии. И тут же возникает вопрос, да, о том, что отслеживание зависимости, то, что у нас находится в информационном каталоге в Линейджи, отслеживание, то, что называется, родословных данных, то есть, когда, в общем, от витрины до источника сейчас уже так или иначе научились строить, то для моделей данных, в общем, тоже хорошо бы это иметь такую информацию, то есть, хорошо бы собирать, понимать, какая модель на каком источнике построена и какие информационные объекты необходимы для того, чтобы модель хорошо работала. Ну, и в целом, общие там, дальнейшие шаги отслеживания, мониторинг точности модели, отслеживание точности модели, а перепубликации новых версий, то, что называется управление жизненным циклом модели, это, в общем, тоже важная задача, отсюда, в принципе, концепция модулопс, она и появилась. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и, собственно, об части для того, чтобы решить эти задачи, мы, когда начинали разрабатывать наш модуль полиматика ML, который ориентирован на работу с моделями машинного обучения, мы пытались в том числе вот это, то есть как бы гэп, недостающую функциональность в части управления данных, в том числе заложить в наш модуль для того, чтобы получить некий сквозной процесс. Буквально пару слов про модуль полиматика ML. модуль, который ориентирован на работу с машинными обучениями и у него, собственно, две задачи основные. Первая это создание моделей машинного обучения и вторая управление жизненным циклом модели. Создание моделей машинного обучения оно выглядит, то есть как бы начинается с исследования данных, при этом мы не претендуем на именно задачу Data Preparation на уровне подготовки данных, мы как бы тут предоставляем возможности по оценке насколько данные пригодны для построения модели или непригодны и выполнить некоторую предобработку именно чтобы модель была более точной. Сейчас популярен термин разведочный анализ данных, в принципе как раз тот функционал у нас реализуется. Сбор статистических распределений, расчет корреляций, ковариаций для того, чтобы оценить зависимости между переменными, ну и некоторые преподготовку как нахождение и устранение статистических выбросов и интеллектуальная обработка пропусков также у нас модуль реализован. После того, как мы оценили о том, что данные пригодны или непригодны для моделирования, переходим в построение моделей, это тема отдельной встречи доступной, поэтому не буду детально на ней останавливаться, просто скажу, что в графическом интерфейсе пользователь строит модель машинного обучения, которую затем может применять. И после того, как модель построена, мы переходим к следующему компоненту, это управление моделями, который как раз позволяет управлять моделями как информационными активами. То есть первое, это просто центральный репозиторий модели, причем важно то, что это могут быть как модели машинного обучения, построенные в нашей системе, так и любые другие модели машинного обучения, разработанные на питоне. То есть если у компании есть уже группа дата-сайентистов, которые работают в питоне в своем наборе инструментов, они могут спокойно продолжать там работать, просто зарегистрировав, загрузив свои модели в наш репозиторий. После этого возникает вопрос публикации моделей, тут у нас она выполняется по нажатию одной кнопки, поддерживаем несколько способов публикации в виде сервиса, когда модель автоматически упаковывается в контейнер, скоринговый код, завертывается необходимое в виде сервиса, и модель становится доступна для вызова в виде REST из внешних приложений. Также поддерживается публикация в виде пакетном режиме, то есть когда необходимо проскорить массив записи таблицы, классика это таблица, то есть из религиозной бумаги, когда мы заполняем скоринг, поднимается процесс, применяется модель и результаты сохраняют соседние таблицы со скорингом. Также поддерживается достаточно интересный режим публикации, интерактивный, когда мы интегрируемся с полиматикой Analytics и можем по сути результат применения модели как еще одна расчетный показатель в нашем All-Up инструменте использоваться. Важно то, что мы обеспечиваем перед публикацией модели процесса согласования, то есть у нас есть гибкая возможность настройки процесса согласования, это могут быть последовательные процессы, параллельные, в общем, классически аннотация BPMN поддерживается и можно настроить процесс согласования любой сложности. И мониторинг качества моделей, то есть важный момент о том, что когда точность модели у нас ухудшается, необходимо ее контролировать, у нас представляется такой инструментарий. А в будущем также мы планируем то, что называется оценкой Data Drift, то есть когда мы не просто контролируем точность модели, а когда еще контролируем профиль данных, который поступает на вход модели, для того, чтобы, например, понять, что если у нас статистическое распределение изменилось кардинально, то значит модель уже тоже устарела и пора ее переобучать, даже если у нас нет возможности почитать длинию точность. Следующий слайд. Да, буквально несколько скриншотов, как у нас это выглядит. Вот результат применения исследования данных. Важно то, что весь расширенный аналитический профиль мы сохраняем. То есть видите, у нас как раз дата, время, и можем в том числе построить то, что у нас называется исследование на расписании, и смотреть, как у нас в динамике, например, меняется, начиная с базовых характеристик, количество строк, количество дублей, процент заполнен или не заполнен, до более интересных вещей, как корреляции, статистические распределения, результаты кластеризации. То есть это все также, то есть есть возможность отслеживать динамики и контролировать о том, насколько изменился профиль данных. Опять же, с точки зрения построения модели, человек, который строит модель, нашел определенный набор данных, хочет использовать данные, у него все уже необходимые параметры, они есть, или если нет, он может оперативно их посчитать и понять, насколько эти данные, которые он хочет использовать для моделирования, пригодны или нет. Можно следующий слайд? Да, вот как раз пример статистического распределения, то есть, опять же, сохранили во времени, можем смотреть, как во времени это меняется. Дальше, да, собственно, инструмент по построению моделей, графический режим, построили основные шаги, то есть, на выходе, собственно, модель, да, которая показывает точность модели, можно видеть, да, дальше, опять же, все происходит в графическом интерфейсе, да, то есть, ну, различные визуализации для интерпретации моделей, тут как раз у нас, то есть, визуализация дерева решений, то есть, и интерпретация модели также мы Вот как раз тот репозиторий модели, который нам позволяет сохранить все наши модели, сгруппировать их в проекты и ввести всю необходимую версионность модели. При этом дальше можно переключаться, то есть для модели мы запоминаем, какие библиотеки использовались, какие алгоритмы использовались, какие характеристики были у модели с точки зрения точности на момент ее создания и опубликовать можем тоже ее достаточно быстро, просто, опять же, из графического интерфейса. Вот, и да, собственно, следующий шаг основной, да, то есть тот цель, который мы, ну кроме самого, да, то есть как бы там постановки создания инструмента для моделирования, стояла задача о том, чтобы вот по устранению того гэпа, который отсутствует в классических инструментах по управлению данными, мы выделили две части. Первая, это вот как раз исследование и преподготовка данных для применения моделей, да, то есть как бы, ну, в общем, мы пытаемся это решать и дальше, то есть как бы это двигать. И вторая задача, это управление моделями. И тут вот как раз важный, да, еще один момент о том, что, то есть управление моделями, репозиторией моделей, он не должен жить, находиться в отвязке от там всей системе, система по управлению данными, а его правильнее, то есть как бы синтегрировать именно с линейджем, да, и с информационным каталогом. И, в принципе, над этой задачей мы тоже, то есть как бы работаем для того, чтобы именно обеспечить хвозной процесс по управлению данными, для того, чтобы можно было просматривать о том, от исходных данных там до витрины и до модели, и наоборот, аналогично обратно о том, а какие же данные использовались при построении модели. И, в принципе, наше текущее решение, они все там задачи по отчетности, ну, то есть это то, что исторически уже давно мы, то есть как бы умеем решать с точки зрения АЛАПа, с точки зрения дашбордs, да, то есть, и наш новый модуль, он как раз закрывает, да, можно еще вот так нажать, спасибо, а как задачи, связанные с построением модели машинного обучения, так и задачи, связанные с исследованием данных, подготовки и управлением моделями, и управлением жизненным циклом моделей, вот, да, и, наверное, то есть, подводя основные итоги, то есть, о чем хотелось бы донести в рамках текущего рассказа сегодняшнего, то есть, о том, что важно уже, ну, то есть, как бы начиная после того, как у вас, по сути, там, успешно реализован первый MVP с моделей машинного обучения, уже компании важно задумываться о том, как процессы по, там, построению моделей машинного обучения и их применения будут встроены в корпоративную, там, стратегию управления данными, да, и плавно, то есть, как бы, ее реализовывать, ну, можно не плавно, может быть резко, это уже зависит от тех темпов, которые требуются, если этим не заниматься, то, в общем, ну, получится о том, что контролировать и понимать, что же происходит с моделями машинного обучения будет очень затруднительно, и также те инструменты, которые по преподготовке, по исследованию данных и преподготовке данных для моделирования, и об этом тоже стоит задумываться, потому что это позволит, ну, существенно сократить срок на разработку модели и выводы модели в промышленную эксплуатацию. Наверное, да, основные моменты я рассказал, там, у кого какие вопросы, с удовольствием отвечу. Михаил, спасибо, бодренько, интересно, коллеги, пишите вопросы в чат или выходите в эфир. Михаил, в целом, компания большая у вас, короче, людей, патолисты, клиентов, они уже не первый год, судя по масштабу продукта, вы уже не первый год. На самом деле, с точки зрения масштаба продукта полиматика email, это то, что мы его разрабатываем с начала этого года, просто мы действительно активно как бы развиваемся. С точки зрения компании, компания уже более 10 лет на рынке, как я уже говорил, да, общая численность, она мы экономически активно растем, я, наверное, сейчас могу ошибиться, ну, порядка, там, ста человек, потому что, ну, и активно развиваются другие, да, продукты, да, продукты, да, лап и дашбордс, и, собственно, там, наша команда по email тоже, мы тоже активно развиваемся. С точки зрения клиентской базы, там были цифры некоторые, да, в начале слайда тоже, опять же, сейчас, чтобы не соврать, ну, в общем, существенная клиентская база, и важно то, что есть, да, крупное внедрение в государственных компаниях и в коммерческих. Один из наших таких, там, флагманских внедрений, это в ПНС, где, прям, вот, десятки тысяч пользователей, да, которые пользуются. Да, это если кратко. Тут, да, смотрите, если я чат читаю, то есть тут про лицензионную политику, то есть, ну, обычно наша политика, это когда лицензируется, то есть серверные мощности, то есть мы, опять же, да, расскажу про полиматика email, как лицензируется, да, и там есть, как бы, чуть-чуть свои специфики. То есть с точки зрения email, то есть мы планируем лицензировать именно по серверной мощности, количество пользователей не ограничено, а, то есть лицензируется именно стоимость ядра сервера, да, при этом, какие там, какое количество моделей используется, какое количество пользователей, это неважно. Прайс лид закрытый, наверное, там, я его сейчас не буду оглашать, ну, там, те, кто заинтересовались, мы там с удовольствием уже более в процессе диалога, то есть это прокомментируем. О, и иностранные клиенты, которые используются, их на сайте можно посмотреть, то есть тут, опять же, я повторюсь, что это, в первую очередь, те, которые связаны с аналитик, с салапом, то есть то, про что я рассказывал, за что отвечаю в компании, это, там, новый продукт, и его, там, первая версия коммерческая мы выпускаем в конце этого года. Стратегия у вас все-таки больше про, как будто бы у вас внутри на самом деле несколько продуктов, такое ощущение, для разных аудиторий, и для тех, у кого уже свои модели есть, все уже развернуто, у вас одна ценность для тех, кто лучше вас может делать, другая ценность. Вот вы в стратегии, как вы видите, куда идете? Да, смотрите, ну, спасибо за вопрос, то есть, ну, если, опять же, говорить, то есть, ну, там, первая, там, стратегия, это о том, что мы предоставляем универсальную аналитическую платформу, которая закрывает все задачи, начиная вот от отчетности и BI, да, то, что классический BI, SOS-Service BI, ALAB, свой движок инструмента исследования данных, и email, который, ну, то есть, вот новый, как бы, модуль, как, гармонично, да, в рамках эволюции мы так и развиваемся. С точки зрения, ну, наверное, в первую очередь говорить о том, что если про Dashboard и про ALAB, это ориентация на бизнес-пользователей, то есть, которые, там, ну, вот обычные пользователи, без глубоких навыков познаний могут, там, взять и начать пользоваться инструментом. А с точки зрения email, у нас целевую аудиторию можно разбить, наверное, на две категории, да. Первая – это компании, у которых нет своего штата Data Scientist, да, то есть, ну, понятно, что там крупные компании, крупные банки, крупный телеком, там, ритейл, да, ну, и промышленность, в общем-то, крупные промышленные предприятия тоже, да, то есть, у них, в принципе, они активно развивают, но это не все могут себе позволить, потому что, там, опять же, если, там, государственный сектор, мы пойдем, другие более, там, достаточно интересные отрасли, как медицина и так далее, да, то есть, там, своего штата Data Scientist нет, при этом, требования к погружению функциональной области, предметной области, она достаточно тяжелая и длительная, вот, и поэтому тут, вот, там, первая аудитория, первая категория аудитории – это дать инструмент для функциональных экспертов, для экспертов предметной области, которые смогут сами, без глубоких познаний в математике, статистике и программировании, строить модели машинного обучения, да, то есть, понятно, что они должны, там, хорошо понимать, как работает машинное обучение, но, вот, каких-то глубоких дополнительных навыков с точки зрения математики, статистики от них не будет требоваться, да, и это, вот, первый целевой сегмент, и, то есть, тут, отсюда, вот, эти желания, как бы, интерфейсы графические, которые позволяют пользователю быстро просто построить модель, а другой целевой сегмент – это, наоборот, крупные компании, у которых есть свой штат Data Scientist, у которых уже большое количество моделей, но, при этом, процесс по управлению моделями машинного обучения, да, и, в принципе, процесс моделирования, они не выстроены, вот, и вот тут, как раз, мы, то есть, как бы, предлагаем со стороны ModelOps, да, то есть, со стороны управления моделями для этих компаний, отсюда гибкость с точки зрения о том, что мы обеспечиваем управление моделями не только, которые в нашей системе построены, но также и моделями, которые, в принципе, в питоне, да, то есть, в любом инструменте на питоне, с любым использованием библиотек построены, мы позволяем их загружать, но и обеспечивая, там, далее уже, там, управление моделями в уровне интерфейсов. Спасибо, понятно. Коллеги, есть еще вопросы? Выскочу вопросы. От меня последний вопрос. Спасибо, прям содержательно, интересно. С какими основными, на самом деле, сложностями вы включаетесь сегодня, когда приходите к продукту, к большому компанию, к реферации? Вот, через что вам приходится проходить самую площадь? Не знаю, вам приходится менять наследие у людей. Нет, вот можно по-другому. Я это сам осмотрю. По культуру вам. Но я не беру в расчетки периодических моментов, там, политики, там, там, в работе, согласовании документов и так далее, а именно с точки зрения того, что человек внутри приняло решение, да, мы это начинаем, вот так, на свете, быть и развивался. Как вам кажется, рынок сейчас где находится? На какой стадии развития? Ну, смотрите, да, если говорить про машинное обучение, тут рынок, наверное, ну, чуть-чуть, то есть, как бы, разный, все-таки опять, вот, там, вернусь к тому, что есть несколько, там, групп, да, там, классов, то есть, как бы, клиентов. Первый – это, вот, ну, там, банки, крупный, крупный телефон, крупный ритейл, которые уже активно используют машинное обучение и находятся, то есть, как бы, в, собственно, применении моделей. Ну, тут с ними, не знаю, там, основная сложность – это о том, что, ну, как абсолютно конкретная задача, нужно соответствовать, там, требованиям, которые они запрашивают. В принципе, ну, в общем, у них понимание, что они хотят и зачем это нужно, достаточно хорошее. Нужно просто либо ты соответствуешь, либо не соответствуешь, да, или если соответствуешь, то, там, тебя выбирают, дальше успешно работаешь. Вот, а если касается, там, компаний, которые не применяют машинное обучение, ну, там, активно в эту сторону движется, то есть, это и государственный сектор, и Минздрав, да, то есть, как бы, ну, тут вот одна, две боли, наверное. Первое – это найти качественные данные, это прям, ну, и отчасти, вот, захотелось, там, с темой сегодняшнего доклада, в том числе, про, как чуть-чуть можно эту задачу упростить. Вот, потому что нет данных, нет моделей, и все, и на этом, то есть, как бы, там, дальше заканчивается. Вот, а другая, другая, такая вот боль, там, и проблема, которую, там, мы, в том числе, да, пытаемся, там, решить, это недоверие, то есть, ну, во-первых, как бы, разрыв, да, между бизнесом и, там, экспертами, да, в предметной области и data scientist, математиками, то есть, ну, одни, там, тот же, там, медицину, да, то есть, ну, для того, чтобы в нее погрузиться, это не один год, скажем, нужен, либо какие-то энергетические, то есть, как бы, там, процессы, да, ну, с другой стороны, там, вот, люди, ну, которые занимаются в предметной области, они просто не понимают, что это, ну, не говорят data scientist, вот, и не доверяют тем результатам, которые там строят, и, в общем, один из, как раз, там, возможных решений – это, вот, интерпретация моделей, в том числе, чтобы бизнес сам попробовал, посмотрел, там, пощупал, посмотрел, надо, ну, понятно, что это не рядовые пользователи, да, это многие, там, продвинутые эксперты, но, тем не менее, да, в общем, вот эта сложность тоже есть, ну, и, конечно, там, то есть, как бы, в культуре, ну, хотя, знаете, вот, в целом, я бы не сказал, что сейчас, там, в культуре, в принципе, все активно развиваются с точки зрения данных и с точки зрения, там, внедрения инициатив, другое дело, что, может быть, некоторые, там, дезорганизации в крупных компаниях, ну, я думаю, с этим все так или иначе сталкивались, да, то есть, когда сложный вертикаль, там, участников, там, всех правильно промотивировать, организовать, выстроить единый процесс, это очень классическая, стандартная, там, проблема, с которой, там, все сталкиваются. Спасибо. Ну, что, последний вопрос из чата, Александр, конкуренты идут в сторону, в чем конкурентно приведутся к продукту компании. Мне кажется, что, в целом, ответ, он будет просто развернутый, ну, видимо, финалочку можно сделать, как в резюме еще. Ну, да, смотрите, наверное, как это, про конкурентов за глаза так говорить, ну, там, не очень хорошо, я не готов, там, детально, там, проводить функционал, но, в целом, наверное, если сравнивать, то мы видим, там, конкуренцию, вот, два сектора я бы выделил, то есть, первое, это крупные зарубежные компании, которые, ну, достаточно давно этим занимаются, да, и там, в отчетах Гартнера они присутствуют, вот, в общем, все могут посмотреть, ну, и тут, действительно, там, это более, откровенно говоря, там, зрелые компании, которые мы стараемся активно догонять, но в силу того, что они занимаются этим более длительное время, это, ну, нам еще есть над чем работать, но тут вот как раз инициатива с импортозамещением, она нам там, честно, помогает. А второй, там, класс задач, с которым мы вот сталкиваемся, вот, с МЭП, потому что активно сейчас демонстрируем, да, и обсуждаем это с клиентами, это именно построение, собственно, вот этой структуры Model Ops в управлении моделями, в управлении жизненными циклами, но построение с open-source компонентами, ну, то есть тут, как классика, то, что, действительно, каждая, там, крупная компания может взять, там, open-source, собрать свои, там, решения, свои процессы по этому, но для этого, ну, вот ни одного open-source решения, которое закрывает, там, полный цикл, я не знаю, да, то, что, там, самый близкий, наверное, это email flow, который нам, ну, в общем, через раз, да, вспоминает, но он закрывает только часть процессов, то есть, ну, и также, там, он все-таки ориентирован больше на работу, там, из командной строки, там, да, есть интерфейсы графические, то есть, ну, они, скорее, как некое, там, дополнение, то есть, тут мы по сравнению, вот, то есть, как бы с open-source, ну, то есть, там, на этом основное конкурентное преимущество, то, что это уже готовое решение, которое, там, все шаги процесса, да, то есть, завязывают, интегрируют, ну, и, там, все вот эти задачи с техподдержкой, там, более юзер-френдли, там, ориентации на пользователя, они присутствуют. Михаил, спасибо, более чем развернуто, спасибо. Ну, что, коллеги, на сегодня, мне кажется, мы в хорошей теме прошлись по ней, спасибо большое, Михаил, спасибо всем, кто был, те, кто смотрит записи, вас тоже благодарим, мы видео выложим в YouTube-канал, в рассылку, будет здорово, если вы у нас записи посмотрите. Ну, что, следующие мероприятия у нас в следующий вторник, в 7 вечера, метрики успешности внедрения с целого сетей аналитики на программе показательной данной древо-культуры, будут коллеги из компании «Лосибиро Диджитал», будет следующая встреча по этой теме древо-культуры, по сути, это будет открывающая встреча нашей первой экспертной группы в рамках сообщества, на эту тему, на тему, да, тему-культуры, будет делать, коллеги будут предлагать тему, будут предлагать свой опыт, свой подход, как измерять, да, как мерить успешность, и будет предложен формат небольшого воркшопа, чтобы начать коллективный опыт с оборудованной темы. Друзья, большая просьба, напишите в час, пожалуйста, слова благодарности Микаилу, он, если вы еще на связи. Микаил, еще раз спасибо от нас, от участников. Да, коллеги, спасибо, да, организаторам за возможность, ну, я там, честно скажу, первый раз, да, на этой площадке, но, мне кажется, идея классная, я обязательно, там, буду участвовать, да, ну, как минимум в роли слушателя, потому что, ну, действительно, как бы, сейчас все больше и больше убеждаюсь, что роль сообщества и вообще, там, вот, ну, неформального, да, такого общения, она очень существенную, как бы, пользу приносит, поэтому, ну, большое спасибо. Спасибо, Михаил, будем рады, будем рады, если будете не только слушатели, но и участник, например, какой-то экспертной группы, либо, которая будет создаваться, либо, может, и свое предложить, да, мы будем максимально поддерживать эту новую, новую нашу, новый этап развития сообщества, появленную экспертную группу. Произошло в сяде 3 месяца, мы выходим на следующую, может быть, орбиту, вот, поэтому мы всячески будем поддерживать, это у тех, кто, ну, этот формат, по сути, мини-сообщества, рамках сообщества, интересен, привлекательен и помогает способствовать своим целым целым, целым целым продуктом, компания, мы только за, чтобы всем было от этого полезно. Коллеги, спасибо, до скорых встреч, до вторника, скоро выходные, скоро выходные, хорошего отдыха, увидимся в новом, с новыми силами. Михаил, спасибо, всем, кому интересно, пишите нам, Голин рады, самым, отменить, где продолжим. Второй вечер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok